Строительство началось в конце лета. Всего за полгода на месте пустыря, около 21-й школы, появился современный спорткомплекс. Он подходит для занятий лёгкой атлетикой, футболом, боевыми искусствами, волейболом и силовыми упражнениями. Чтобы обустроить помещение и закупить спортивные снаряды, из краевого и муниципального бюджета выделили более 13 миллионов рублей. Преимущество комплекса – уникальная система вентиляции, предназначенная именно для спортивных сооружений. Воздух здесь циркулирует сверху вниз. Оборудованы раздевалки и душевые, а также санузлы для маломобильных граждан. Спорткомплекс полностью соответствует программе «Доступная среда». В здании нет порогов. Для колясочников сделан удобный пандус. Вскоре установят и световые таблички для слабовидящих. Такой современный спорткомплекс, он, конечно, приукрасит твою школу. Но это наоборот, как бы тебе аванс для того, чтобы ты школу привёл в порядок. И надо на это обратить внимание. Школа старая. Посмотрите, как крыша. Её надо приводить в порядок, чтобы это в комплексе смотрелось. Одно из зданий, нуждающихся в ремонте – бывшая котельная. Её переоборудовали в спортзал. Ещё в прошлом году здесь проводили занятия по физкультуре. Теперь с появлением нового спорткомплекса помещение приспособят для занятий борьбой, сделают косметический ремонт и купят борцовские ковры. Самбо в школу – далеко не единственный проект. Учитель физкультуры в 21-й школе профессионально занимается бальными танцами и готов вести секцию. Очень много родителей, детей начальной школы, именно начальной, именно первых классов, когда начали мы строить спортивный зал, почему-то вот этот вопрос самый первый возник – что будет в этом зале. Я выходил на родительские собрания, рассказывал всё. И вот один из вопросов был именно организация секции по бальным танцам. Благоустраивают и уличную территорию. По периметру установили новое ограждение. На сэкономленные деньги ведётся строительство контрольно-пропускного пункта. Все школы надо в такое состояние приводить, и КПП, и вот это всё. Однако были и замечания. До конца января весь строительный мусор на участке необходимо вывести. Администрация готова помочь и предоставить транспорт. Одно из главных поручений главы – строительство тротуаров возле школы. Помните, я на планёрке давал опоручение по тротуарам. Вот я сейчас вокруг школы хожу, а тротуара нет. А все тротуары должны тянуться от школ, от садиков и пошли. Современный спорткомплекс и контрольно-пропускной пункт будут открыты до конца января. По словам директора школы, зал полностью укомплектован, проведены коммуникации и работает система вентиляции. Уже в следующем месяце здесь начнут проводить уроки физкультуры.